Рэдьярд Киплинг Речья, приток Инда, Котгарх — поселок в 80 километрах к востоку от Симлы. Примечание — редакция. И поэтому зимой они перешли в христианство и принесли в миссию свою дочь, чтобы ее окрестили. Котгархский пастор назвал ее Элизабет, Лиспет, как произносят в горах на языке пахари. Один из новоиндийских языков, а также народность, говорящая на этом языке, и обитающая в западной части Гималаев, преимущественно на территории современного Химачал-Прадыша. На языке хинди слово пахари означает горец. Примечание — редакция. Позже в Котгархской долине вспыхнула холера. Она поразила Соно и Джаде, и Элизабет стала не то служанкой, не то компаньонкой жены тогдашнего Котгархского пастора. Это случилось уже после того, как в миссиях властвовали моравские братья, но Котгарх тогда еще не совсем утратил свою славу господина Северных гор. Моравские братья — миссионеры, принадлежавшие к секте моравских или богемских братьев, возникшие в XV веке в Чехии. Примечание — редакции. Не знаю, христианство ли пошло на пользу Лиспет, или боги ее племени пеклись бы о ней не меньше, но она росла красавицей. А когда девушка с гор красавица, стоит проехать пятьдесят миль по плохой дороге для того только, чтобы взглянуть на нее. У Лиспет было античное лицо, одно из тех лиц, которые так часто видишь на картинах и так редко в жизни. Кожа цвета слоновой кости и удивительные глаза. Лиспет легко приноровилась к христианству, и когда выросла, не отвернулась от него, не в пример многим другим девушкам с гор. Соплеменники не любили ее, потому что, говорили они, она сделалась мэм-сахиб и каждый день умывается. Мэм-сахиб — госпожа. Примечание редакции. А жена пастора не знала, как с ней обращаться. Казалось, неловко заставлять величавую богиню пяти футов десяти дюймов роста мыть тарелки и чистить кастрюли. Поэтому Лиспет играла с пастерскими детьми, ходила в воскресную школу, читала все книги, какие попадались ей в руки, и становилась все краше и краше, как принцесса в волшебной сказке. Жена пастора говорила, что девушке следовало бы поехать в Симлу и найти там себе какое-нибудь приличное место, стать няней или чем-нибудь в этом роде. Симла — небольшой город в предгорьях Гималаев, сейчас административный центр территории Химачал-Прадыш. Во времена английского владычества — летняя резиденция колониальных властей, а также модный курорт, где англичане обычно проводили жаркие месяцы года. Примечание редакции. Но Лиспет не хотела искать себе место. Она и в Котгархе была счастлива. Когда путешественники, в те годы это бывало нечасто, вдруг приезжали в Котгарх, Лиспет обычно запиралась у себя в комнате, боясь, как бы они не увезли ее в Симлу или еще куда-нибудь в неведомый мир. Однажды, вскоре после того, как ей исполнилось семнадцать, Лиспет отправилась в горы. Гуляла она не так, как английские дамы, мили полторы пешком, а обратно в коляске. Во время своих небольших прогулок, делая миль по двадцать-тридцать, она исходила вдоль и поперек все окрестности Котгарха до самой Нарканды. Поселок в Гималаях приблизительно в шестидесяти километрах к северу от Симлы. Примечание редакции. На этот раз она вернулась, когда уже совсем стемнело, спустившись в Котгарх по обрывистому склону с чем-то тяжелым на руках. Жена пастора дремала в гостиной, когда, с трудом переводя дух, чуть не падая под тяжестью ноши, туда вошла Лиспет. Положив свою ношу на диван, она сказала просто «Это мой муж. Я нашла его на дороге в Баги. Он расшибся. Мы выходим его, и когда он поправится, пастор нас обвенчает». Баги — городок на территории нынешнего Пакистана. Примечание редакции. До тех пор Лиспет ни разу не упоминала о своих матримониальных намерениях, и жена пастора пришла в ужас. Однако прежде всего надо было заняться человеком, лежащим на диване. Это был молодой англичанин. На голове у него зияла рваная рана. Лиспет сказала, что нашла его у подножия горы, вот она и принесла его в миссию. Он прерывисто дышал и был без сознания. Его уложили в постель, и пастор, имевший некоторые познания в медицине, перевязал ему рану, а Лиспет поджидала за дверью на случай, если понадобится ее помощь. Она объявила пастору, что за этого мужчину она намерена выйти замуж. И пастор и его жена строго отчитали ее за неприличие ее поведения. Лиспет спокойно их выслушала и повторила то же самое. Христианству немало еще надо потрудиться, чтобы уничтожить в жителях Востока такие варварские инстинкты, как, например, любовь с первого взгляда. И поблагодарил пастора и его жену и Лиспет, особенно Лиспет, за их доброту. Он путешествует по Востоку, сказал он, в те дни, когда восточное пароходство только-только возникло и не располагало многими судами, туристов не было еще и в помине, и прибыл сюда, в горы Симлы, из Дехрадуна, собирать растения и бабочек. Дехрадун — город в Гималаях к востоку от Симлы. Примечание редакции. Поэтому никто в Симле его не знает. Он думает, что должно быть упал с обрыва, когда пытался добраться до папоротника, росшего на трухлявом стволе, и что его кули бежали, захватив с собой всю поклажу. Он предполагает вернуться в Симлу, когда немного окрепнет. Лазать по горам у него отпала охота. Он не очень спешил покинуть миссию, да и силы его восстанавливались медленно. Лиспет не желала слушать ничьих советов, поэтому жена пастора рассказала англичанину, что забрала себе в голову Лиспет. Он очень смеялся и заметил, что все это весьма романтично, настоящая гималайская идиллия. Но поскольку на родине у него уже есть невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем. Конечно, вести себя он постарается благоразумно. И англичанин сдержал свое слово. Однако он находил весьма приятным беседовать с Лиспет, гулять с ней, шептать ей нежные слова, называть ласкательными именами, пока он набирался сил для того, чтобы навсегда их покинуть. Все это ничего не значило для него и очень много для Лиспет. Она была счастлива, потому что нашла человека, которого могла любить. Дикарка по природе, Лиспет и не старалась скрывать свои чувства. И это забавляло англичанина. Когда он покидал миссию, Лиспет, встревоженная и удрученная, провожала его до самой Нарканды. Жена пастора, будучи доброй христианкой и ненавидя всякие сцены и скандалы, а Лиспет совершенно отбилась от рук, попросила англичанина пообещать девушке, что он вернется и женится на ней. «Видите ли, она еще сущий ребенок и, боюсь, в душе язычница», — сказала жена пастора. Поэтому все двенадцать миль вверх по горе англичанин, обняв Лиспет за талию, уверял ее, что он скоро вернется, и они обвенчаются. И Лиспет заставляла его вновь и вновь повторять свое обещание. Расстались они на хребте Нарканды. И Лиспет плакала, пока он не скрылся из виду на повороте дороги, ведущей в Маттиане. Тогда она вытерла слезы и снова спустилась в Котгарх и сказала жене пастора, «Он вернется и станет моим мужем». Он поехал к своим, чтобы сообщить об этом. И жена пастора утешала Лиспет и говорила, да, конечно, он вернется. К концу второго месяца Лиспет стала проявлять беспокойство. И ей сказали, что англичанин уехал за море, в Англию. Она знала, где находится Англия, потому что читала простенькие учебники географии, но, естественно, не представляла себе, что такое море, ведь она выросла среди гор. В доме была старая игра-головоломка, разборная карта мира. Лиспет часто играла ею в детстве. Она снова разыскала карту и по вечерам складывала ее и тихо плакала, стараясь вообразить, где находится ее англичанин. Поскольку она не имела ни малейшего понятия о расстояниях и пароходах, ее догадки были довольно далеки от истины. Но даже если бы они были абсолютно верны, это ничего не изменило бы, потому что англичанин вовсе не имел намерения возвращаться в Котгарх, чтобы жениться на девушке с гор. Он совершенно забыл ее, пока охотился за бабочками в Ассаме. Ассам, ныне штат Индийской Республики, во времена Киплинга, провинция Британской Индии. Примечание редакции. Впоследствии он написал книгу о Востоке. Имя Лиспет там не упоминалось. Когда третий месяц подошел к концу, Лиспет стала ежедневно совершать паломничество в Нарканду, чтобы посмотреть, не идет ли по дороге ее англичанин. От этого ей становилось легче, и жена пастора, видя ее счастливей, чем прежде, решила, что она понемногу избавляется от своей варварской и крайне нескромной причуды. Через некоторое время прогулки эти перестали помогать Лиспет, и она снова стала очень раздражительной. Жена пастора сочла, что наступило время сообщить Лиспет, каково истинное положение вещей. Что англичанин обещал жениться на ней, только чтобы ее успокоить. У него этого и в мыслях не было. И что грешно и неприлично со стороны Лиспет думать о браке с человеком, который принадлежит к высшей расе, не говоря уже о том, что он обручен с девушкой-англичанкой. Лиспет сказала, что это невозможно, ведь англичанин уверял ее в своей любви, и она, жена пастора, сама подтвердила, что он вернется. — Как может быть неправдой то, что он и вы говорили мне? — спросила она. — Мы говорили так, чтобы успокоить тебя, дитя, — сказала жена пастора. — Значит, вы лгали мне оба, — воскликнула Лиспет. — И вы, и он? — Жена пастора в ответ только склонила голову. Лиспет некоторое время тоже молчала. Затем она ушла из миссии и вернулась в невероятно грязной одежде гималайских женщин, однако без колец в носу и ушах. Волосы, по обычаю женщин с гор, она заплела в длинную косу, перевитую черными нитками. — Я возвращаюсь к своему народу, — сказала она. — Вы убили Лиспет. Осталась только дочь старой Джаде, дочь Пахари и рабыня Таркадеви. Или Тарадеви, богиня индуистского пантеона. Примечание редакции. Все вы, англичане, лгуны. Пока жена пастора оправлялась от удара, нанесенного ей сообщением, что Лиспет возвращается к богам своих предков, девушка исчезла и никогда больше в миссии не появлялась. Она горячо полюбила свой народ, словно желая возместить с лихвой все те годы, что чуждалось его, и вскоре вышла замуж за дровосека, который бил ее, как это водится у Пахари, и красота ее быстро облекла. Причуды этих дикарей непостижимо, — говорила жена пастора. И я полагаю, что в душе Лиспет всегда оставалась язычницей. Если учесть, что Лиспет была принята в лоноангликанской церкви в зрелом возрасте пяти недель от роду, это утверждение не делает чести жене пастора. Лиспет дожила до глубокой старости. Она прекрасно владела английским языком и, когда бывала в достаточной мере пьяна, порой соглашалась рассказать историю своей первой любви. И трудно было поверить, глядя на нее, что это морщинистое существо с тусклым взором, похожее на кучку истлевшей ветоши, та самая Лиспет из Котгархской миссии.